МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Власти обсуждают два проекта. Мягкий вариант от Минтруда не платить пенсию тем, кто зарабатывает от 3 миллионов рублей в год. Это 83 тысячи в месяц. Жесткий вариант от Минфина считать пенсионера богатым, если его оклад превышает 2,5 прожиточных минимума, то есть около 16 тысяч рублей, пока правительство поддержало Минтруд. Чиновники насчитали 220 тысяч новых русских пенсионеров. Лишиться пенсии они могут уже через год или через два. В этом случае пострадает, конечно, и преподаватель высшей школы экономики Павел Кудюкин. В начале 90-х он был заместителем министра труда, кстати. Моя пенсия – это довольно приличная прибавка к доходу, в том числе и семейному доходу. И как-то ясно, что заработная плата все равно выше, чем пенсия. То есть если выбирать пенсию или заработную плату, я выберу заработную плату. Но, в общем-то, буду очень недоволен тем, что у меня отняли эту часть, которая, в общем-то, мной заработана. Разговоры о пенсиях вообще ведутся чиновниками давно, а новые инициативы поступают чуть ли не каждый день. Ну, вот из последнего поэтапное увеличение пенсионного возраста до 83 лет, увеличение трудового стажа, простите, до 63 лет, увеличение трудового стажа для учителей, врачей, творческих работников, повышение взносов в пенсионный фонд на 1%, ну и, наконец, бессрочный мораторий на накопительную часть пенсии. Продолжение следует...